Физкульт привет, друзья и ученики! Это рубрика «Вопрос-ответ», в которой я отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в личку ВКонтакт, либо в группе ВКонтакте оставляете свои вопросы, и также на вопросы, которые вы оставляете в комментариях здесь на YouTube, под моими видеороликами. Обращаю ваше внимание, что на вопросы, которые вы оставляете на сайте, я не отвечаю. Сайт, где собраны все мои видеоролики и статьи, служит для информации только, и вы можете там оставлять свои пожелания и отзывы. Но просьба, не пишите там вопросы, потому что я на них там не отвечаю. Пишите ВКонтакт, пишите здесь в комментариях. Вы знаете, все вопросы, присланные ВКонтакт и сюда, не остаются без внимания. А на самые интересные я снимаю видеовыпуски. Если вам нравится ролик или статья, вы можете ставить лайк, можете подписываться, можете не подписываться на мой канал. Я этим не зарабатываю и не стремлюсь к этому. Моя основная задача – дать вам грамотную, полезную информацию, чтобы вы могли самостоятельно тренироваться, самостоятельно составлять себе планы тренировок и питания, а также сохранять свое здоровье, что самое главное. Потому что без здоровья нам с вами ничего будет не в радость. Если вам не нравятся мои ролики, можете смело ставить дизлайк или даже отписываться от канала. Единственная просьба – не пишите об этом в комментариях, потому что вы засоряете эфир, и я могу пропустить какой-то полезный вопрос для того человека, кому это важно и необходимо. В любом случае, следите за своей техникой, за тем, что и как и когда вы едите, как вы восстанавливаетесь, и будет вам счастье и здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в вопросе очень интересная и, главное, важная тема. Удивляюсь, почему раньше никто ее не озвучивал, и я в том числе. О чем речь? Речь о том, как контролировать свою технику выполнения того или иного упражнения, если у вас нет грамотного инструктора, партнера, с кем вы занимаетесь, некому подсказать. И для новичков, как вообще обучиться правильно грамотной технике, когда нет инструктора, нет партнера, повторюсь, некому вам подсказать, научить вас и контролировать вас со стороны. Действительно, тема очень важная. Вы знаете, что от техники выполнения упражнений зависит ваше здоровье, зависит то, правильно ли мы будем тренироваться, туда ли будет попадать нагрузка, но, конечно, самое главное, это сохранение здоровья, повторюсь. Не стоит переживать, если рядом с вами нет инструктора. За более чем 25-летний стаж, опыт, тренинга, персонального и личного, тренируясь от Молдовы до Российской Федерации и Америки, я убедился в том, что наличие инструктора не всегда идет на пользу. Где бы я ни тренировался, в 85% случаев я смотрю, что при наличии инструктора, его подопечный все равно выполняет технику тех же приседаний, становых тяг, других упражнений, не совсем правильно, не совсем корректно. Инструктор смотрит на это, либо не смотрит, игнорирует, либо сам не понимает, что происходит. И это неудивительно, ведь современная фитнес-индустрия порождает таких бизнес-выкидышей, бизнес-инструкторов, которых учат в первую очередь, как посадить вас, нас на иглу вечного платежа, вечной оплаты персональных тренеров. Их больше обучают технологии выманивания денег, нежели анатомии, физиологии, не говорю уже о кинезиологии, биомеханике. Что же нужно делать? Не стоит посыпать голову пеплом, не все так страшно. Из этого есть выход. Конечно, скажу сразу, лучше найти партнера по тренингу, с кем вы будете ходить. Это увеличит отдачу, увеличит качество тренинга. При наличии серого вещества в голове это даже создаст полезную спортивную соревнующуюся атмосферу между вами. Но, конечно, вы будете друг друга подстегивать к тому, чтобы не пропускать тренировки, страховать друг друга на опасных упражнениях. И, конечно же, будете контролировать технику выполнения упражнений друг друга. Если у вас нет ни инструктора, ни партнера, что же делать? Все очень просто. Друзья, если вы новичок, нужно начать с того, что вы изучите все, что только сможете найти по технике того упражнения, которое хотите изучить и которым хотите заняться. Естественно, следите за тем, чтобы источники были адекватные. Лучше всего, если это какие-нибудь уважаемые спортсмены, если это информация из учебников. Читайте все, что только сможете найти по технике выполнения упражнений. Затем, в следующий этап, найдите видеоролики, как выполняют это упражнение другие специалисты. Изучите всю поднагодную каждого элемента движения. Нужно понять, как подходить к снаряду, если это штанга. Как садиться в тренажер, если это тренажер. Как занимать стартовую позицию, с чего начинается стартовое движение. Как грамотно двигаться на протяжении всей амплитуды. Как плавно и грамотно возвращаться в исходную позицию. Когда вы все это изучите, когда вы все это состыкуете с тем, что увидите в видеороликах, нужно переходить к практике. Если это тренажер, начинать нужно с самых легких весов. Ничего страшного в этом нет. Не смотрите по сторонам, даже если какие-нибудь придурки будут смеяться, ухмыляться. В этом нет ничего страшного. Быдло вокруг. Троллей полно. К сожалению, их большинство. Для нас самое главное, это грамотно обучиться технике. Мы на свое серое вещество, как на жесткий диск компьютера, должны записать технику. Мы как бы ножом должны прорезать пути, по которому будет двигаться наше тело. И изначально оно должно быть правильным. Следующий этап, это вы будете постепенно-постепенно поднимать рабочий вес. И чем меньше будет шаг рабочего веса, тем корректнее, правильнее, грамотнее и долговечнее будет ваш путь в тренажерном зале. И самое главное, безопаснее для вашего здоровья. Но не нужно бояться, что вы тратите время впустую. Если вам понадобится месяц, два, три на обучение техники, ничего страшного в этом нет. И это очень важно. Лучше потратить, ну потратить не то слово, лучше выделить три месяца, полгода на освоение сложно технических выполняемых упражнений, таких как становая тяга, приседания. Я уже не говорю о тяжелоатлетическом рывке, толчке. И потом, когда вы перейдете уже к рабочим весам, будет только плюс. Я уже снимал статьи, видео о мотивации. И поверьте мне, техника напрямую связана с мотивацией. Если вы неправильно обучитесь изначально технике выполнения упражнения, переучиваться гораздо сложнее и требует больше временных затрат. Больше усилий от вас потребуется. Но самое главное, большинство из вас поставит крест на тренинге. Я прошел через этот путь лично. И из тех, кто начинал со мной тренироваться больше, чем 25 лет назад, никто уже не тренируется. Через меня прошло огромное количество партнеров по тренингу. Даже не могу вспомнить, наверное, всех. Но ни одного из них нет больше в тренажерном зале. И одна из причин – это, конечно, желание делать все быстро, делать все не столько качественно, сколько быстро. В нашем деле качество превыше количества. И превыше того времени, которого вы можете, как вы думаете, себе позволить на освоение техники. Друзья, хотите долго шагать по этому пути, необходимо изучить технику от и до. Если вы начинаете какое-то упражнение с обучения, для этого вам нужны гантели, то тоже используйте легкие веса. Самые легкие веса. Про штангу я уже и не говорю. Перед тем, особенно это касается девушек или слишком худых парней, сначала, перед тем, как осваивать упражнение с грифом и штанги, необходимо научиться качественно выполнять данное упражнение с простой деревянной палкой. Зачастую даже просто с бодибаром следующий шаг. И только потом переходить к грифу. Когда вы увидите, что вы освоили и гриф, начнете также постепенно поднимать рабочие веса на грифе штанги. Не торопитесь. Самое главное, стараться делать все качественно. И вот здесь вам как раз таки поможет видеосъемка. Самое грамотное, что можно сделать это и нужно делать, снимать себя на видео. Благо, сейчас у всех есть смартфоны, где есть видеокамера. Вы можете попросить кого-нибудь в зале, чтобы вас сняли, либо можете просто прислонить смартфон к стене, к блину, неважно к чему. Сделать это можно. Главное, снимать себя с разных ракурсов. И представьте, вы прошли уже такую большую дорогу, вы накопили огромную базу теоретических знаний. Вы лучше, чем любой инструктор, сможете увидеть и подкорректировать свои ошибки. И это сейчас, вот в данный момент, конкретно касается не только новичков, даже средничков. Я, занимавшись уже, наверное, больше 10 лет, стал снимать видеоролики. И во многих из них увидел, что моя техника не совсем корректна. Поэтому на любом этапе вашего тренинга есть смысл снимать себя со стороны и контролировать свою технику. Все очень просто, как вы видите. Что нужно сделать? Повторимся пошабело. Сначала изучите статьи, печатные варианты. Затем посмотрите на технику в видеороликах. Что самое важное еще я упустил, нужно перед тем, как переходить к выполнению тренировок, уже упражнения вживую, прогонять все через свое мышление. Есть такое слово аутотренинг, визуализация. И она работает, и это научно доказано. Когда вы через визуализацию придете к выполнению упражнений, и ваша психика, и ваше тело будут гораздо лучше настроены на выполнение данного упражнения. Даже если вы его никогда не делали. А когда начнете делать упражнения, обязательно продолжайте делать визуализацию. Это поможет вам быстрее и четче освоить любое движение. Не забывайте, что повторение – это мать учения. Посмотрите на пауэрлифтеров, посмотрите на тяжелоатлетов. Они обучаются технике на протяжении всей своей спортивной карьеры. Если вы думаете, что они просто обучились технике, а потом пашут в зале, то вы ошибаетесь. Особенно тяжелоатлеты оттачивают технику на любом уровне своего мастерства. На начальном этапе, на среднем, на этапе уже, когда они на высоком уровне соревнующимся. Даже чемпионы мира осваивают свою технику, изучают ее в видеороликах. И это должно задуматься вас, бодибилдеров. Почему мы не смотрим на наших братьев по железному спорту и не берем от них лучшее? Придумываем какие-то для себя отговорки, методики. Кстати, тоже вот этот миф о том, что эктоморф, мезоморф, им нужно тренироваться по-разному. Все это чушь. Я уже говорил не раз. Во-первых, все эти типы психотипы, правильно они называются, потому что придуманы они психологом. И если их применять на бодибилдинг, то только через призму питания. Действительно, от вашей конституции зависит то, как нужно вам питаться индивидуально. Тренинг, ребята, для всех основные базовые принципы одинаковые. Это биохимию нашу никак не меняет. Если вы эктоморф, мезоморф, никак это не влияет на ваш тренинг. Регулируется все питанием, тренировки все строятся по одному базовому принципу. Об этом тоже есть у меня много статей и видеороликов. Не отчаивайтесь, друзья, если у вас нету партнера, но постарайтесь его найти. Не переживайте, если нет у вас инструктора. Сейчас море информации. Вы можете найти много статей, книг, учебников по выполнению того или иного упражнения. Видеороликов еще больше. Копите свои знания. Не думайте, что вы знаете все и четко понимаете, как что делать. Поверьте, то, как мы чувствуем, как мы делаем, и когда мы потом увидим это, зачастую это не совпадает. Применяйте эти полезные советы на себе, и вы увидите, как качественно улучшится отдача от ваших тренировок. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока.